Здравствуйте, дорогие друзья! Меня многие спрашивают, что я купила на этот раз в Турции. Я решила снять об этом отдельное видео. Ну, во-первых, самое ценное наше приобретение, это вот такой костюм Спайдермена. Такие костюмы очень нравятся детям. Когда мы приехали домой, нас все спрашивали, где вы взяли такой костюм, что это за костюм и так далее. И даже в отеле, когда мы пришли и пошли на анимацию в этом костюме, нас все о нем спрашивали. И сразу многие побежали и стали искать такие же костюмы. Купила я его за 10 долларов, но я торговалась. Это на ребенка 5 лет. А также они там были и по 18, и по 15 долларов абсолютно одинаковые, но в Турции нужно всегда торговаться. Костюм вот такой интересный. Через вот эти вот глаза все видно, просто это как затемненная клеенка такая. На самом деле все это вот так вот. Ребенок может ходить с закрытой головой, а может просто снимать и носить это как капюшон. Все очень обращают внимание, особенно дети и их родители. В общем, мой ребенок в восторге. А теперь о других покупках. Еще я купила вот такую кортку. Она, кстати, двусторонняя, кожаная. Мне сказали, что это кожа барана. А мех называется Рекс. Рекс, это я посмотрела в гугле. Это, оказывается, помесь кролика с шиншиллой. Меня так уверяли, что это качественный мех. Но вы знаете, я что-то сомневаюсь, что он будет долговечный, потому что все знают, что кролик недолговечный. Но он очень мягкий, очень приятный. И сейчас я вам покажу, как он выглядит с другой стороны. Вот сама куртка, она такая ниже пояса, как бы до середины попы идет. И я бы хотела спросить у вас, может быть, кто-нибудь носил этот мех Рекс. Может быть, что-нибудь вы об этом знаете. Потому что я впервые покупаю мех Рекса. И поэтому очень сомневаюсь в его качестве. А вот сама куртка мне понравился. И цвет, и фасон, все мне понравилось. Тем более, у нас дождливая такая погода. В осенне-зимний сезон. Сейчас я выверну и покажу, как она выглядит с обратной стороны. Вот так выглядит эта куртка с другой стороны. Она такая мягкая, приятная на ощупь. И если честно, меня больше всего привлекло в ней именно эта двухсторонность. Потому что это как бы имеешь две куртки. Носишь то так, то так. Как будто бы у тебя две куртки. Потому что у меня старая кожаная куртка. Я ее носила уже много лет. Она хорошего качества, но она мне уже просто надоела. Я носила ее уже, наверное, лет 7. Вот это я купила такую куртку. Я купила ее за 190 долларов. Торговалась. Вот это я покупала в апреле, в начале сезона. Когда мы были в Турции. Напишите, что вы думаете по этому поводу. И вообще, есть ли у вас опыт покупок в Турции. Я впервые в жизни покупала кожаные изделия в Турции. Обычно мы покупали там всякую мелочь. И еще несколько небольших покупок. О которых я сейчас расскажу. И вот еще, что я купила своему ребенку перед самым отъездом. Это две вот такие футболки. Они стоили обе за 3 доллара. То есть, каждая стоила 1,5 доллара. Я считаю, что это неплохой вариант. Потому что вот он, кстати, их сам выбирал. Вот Adidas понравилась и мне, и ему. А вторая маечка про дракона. Это по мотивам его одного из любимых мультфильмов. И там были самые разные майки с разными картинками. В общем, выбрать можно было на любую тему из любого мультфильма. И я считаю, очень даже дешево. Так что мы купили очень довольны этими майками. Можно было бы еще купить. Всего лишь 3 доллара за 2 штуки. Так, вот еще одна покупка. Вернее, этих покупок было 5 коробочек в наборе. 5 коробочек я купила за 2 доллара. Это я покупала на подарки родственникам. Ну и себе мы оставили, естественно. Это рахат лукум. Но эта коробочка уже полупустая. Самый обычный рахат лукум турецкий. Довольно приятный. Примечательно то, что говорят, что нужно вот это вот. Это как бы от глаза для удачи вырезать и сохранить. Я, например, эти вещи сохраняю. Там кладу в кошелек. Или где-нибудь в ящике стола. Якобы это приманивает удачу. Ну и еще, естественно, мы купили вот такой вот магнитик на холодильник. Алания с изображением старой крепости Алании. Поэтому, кому интересно, можете зайти, посмотреть у меня на канале. Очень много видео на тему Турции. То есть там мы и снимались на корабле. И я снимала завтраки, обеды, ужин. Но, в общем, очень большая, много информации. Поэтому смотрите, заглядывайте. Очень будет интересно. И, кроме того, я хочу сказать, что в Турции мы покупали также еще фрукты. Там мушмулу, клубнику. Клубника стоила всего лишь 1 доллар. Очень крупная, сочная. Кому интересно, тоже у меня есть на эту же тему видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Заглядывайте. Ссылки в описании. До свидания. Удачи всем.